Привет! Есть у меня любимое занятие поиск дешевых, но годных вещей, и я подумал, почему бы не объединить приятное с полезным. Начиная с этого видео, я хочу запустить серию роликов о недорогих, но интересных устройствах. Микрофоны, клавиатуры, видеокарты, наушники, в общем, все, до чего смогут дотянуться мои цепкие лапы. Если эта тема тебе интересна, поддержи ее лайком, комментарием, а я взамен расскажу тебе о 7 игровых мышках дешевле 10 долларов. Для выявления фаворита будем присваивать оценки от 1 до 10 с учетом стоимости вот по таким критериям. Первая и самая дешевая мышь Ergo NL610. Дизайн мне понравился. Аккуратная, симпатичная подсветка, ничего не тарахтит, вес всего 115 грамм, кабель без оплетки, тонкий и длиной 1,5 метра. Она симметричной формы, выполненной из приятного матового пластика, как и большинство мышей в сегодняшнем обзоре. Кликеры неплохие, учитывая ее стоимость. Не болтающаяся кнопка DPI, меняющая чувствительность от 800 до 4000. Из-за приличного размера мышь можно брать любым хватом. Сразу оговорюсь, что это касается всех мышей сегодняшнего обзора. По бокам приятный шероховатый пластик и две дополнительные кнопки, которые сделаны уж очень дешево, хотя расположены в удобном месте. Снизу 4 тефлоновые ножки, скольжение легкое и равномерное. Общие впечатления с учетом ее стоимости хорошие. Главный вопрос, срывает ли сенсор? Вот к нему мы вернемся в конце ролика, а пока перейдем ко второй ножке. Эсперанза MX403. Тут дизайн мне нравится меньше. Мышь выпускают в трех видах подсветки, зеленая, синяя, красная. Кабель полтора метра в оплетке и соответствует цвету свечения. Верхняя часть тоже выполнена из матового пластика, но бока глянцевые. Чувствуются недешево и в потных каточках пальцы могут прилипать. Боковые кнопки тут сделаны чуть лучше, но до идеала еще очень далеко. Кнопка D5 в правильном месте и не люфтит. Минимальное значение чувствительности, как и в предыдущей мыши, 800. Максимальное же 2400. Что с одной стороны маловато, но именно на этом значении я играю, так что для меня это не было проблемой. Но если вам нужно больше, стоит обратить внимание на другие мышки из этого обзора. Колесико, хоть и приятное, на ощупь крутится чуть туже, чем хотелось бы. И судя по опыту, вот эти резиновые вставки могут сползать, рваться и через некоторое время делают знаменитый трюк джокера. Кликеры ощущаются чуть лучше. С обратной стороны можно заметить три маленьких глайда и отрабатывают они паршиво. Вместо того, чтобы делать скольжение приятным, они чешут коврик. Из-за этого появляется характерный звук и кисть быстрее устает. В общем, Esperanza MX403 меня расстроила. И поскольку о срыве сенсора мы поговорим в конце, пора перейти к следующему участнику. RGNL730 по дизайну напоминает трансформера. Майклу бы понравилось. Подсветка плавно чередует 7 цветов, кабель в тканевой оплетке, также 1,5 метра. Хоть нижняя часть колесика сделана из металла, вес мыши всего 128 грамм, что на 2 грамма меньше, чем предыдущая полностью пластиковая мышь. К ходу колесико плавный, оно приятное на ощупь, но имеет небольшой люфт, от чего мышь тарахтит. Зато не нужно покупать марокканцы. Я не знаю, как у них это получилось, но боковые кнопки еще хуже, чем у первой мыши. Кликеры звонкие. Нажатие считывается хорошо на звук, который они издают. Зато по заявлению производителя, они выдерживают до 10 миллионов нажатий. Кнопки чувствительности тут две. Плюс увеличивает DPI, минус соответственно уменьшает. Зазначение колеблется от 1200 до 3200. Глайды достаточно большие и скольжение не дают приятное. Хоть у мышки хватает недостатков, ее можно рассматривать в покупке, но впереди у нас еще несколько вариантов, и я обещаю, там есть на что посмотреть. Genius XG200. Вот этого я не понял, но везде значится, что она геймерская. Внутри установлен красный светодиод, и все. Как я понял, именно он дарит пропуск в категорию геймерских устройств, а значит логика работает. Есть подсветка, значит игровая. Мышь полностью симметричная, и из-за отсутствия дополнительных клавиш она неплохо ложится как в левую, так и в правую руку. Кликеры от офисной мышки. Колесико так себе прорезинено, и когда его нажимаешь, средняя пластиковая часть немного давит в палец. Кнопки переключения чувствительности тут нет, а значит изменить ее можно только в настройках системы. Максимальное значение DPI 1000, и вот что действительно стоит отметить, это вес 92 грамма и неплохие глайды, что в совокупности дают больший комфорт при долгом использовании мыши. Я бы рекомендовал ее как дешевый манипулятор офисным работникам, которым время от времени... Нужно построить зиккурат. Real Eel RM550. Тут все поинтереснее. Вес ее 125 грамм. Дизайн лаконичный, подсветка аккуратно переливается по нижней грани. Кабель в оплетке с длиной 1,8 метра. Мышь симметричной формы, и да, левой рукой ее держать удобно, хотя в таком случае придется отказаться от дополнительных навигационных кнопок. Верх устройства из матового пластика, бока текстурированы и улучшают хват. Кликеры средние, а вот колесико приятное. Оно хорошо прорезинено, листать страницы и открывать вкладки нажатием весьма комфортно. Я бы сказал, что собрана она хорошо, но кнопка DPI болтается. Чувствительность изменяется от 800 до 2400. Глайды широкие, и в целом мышь создает хорошее впечатление. Но впереди есть кое-что намного интереснее. Sven RX G740. Эта мышь меня по-настоящему удивила. Дизайнер, видимо, тоже увлекается автоботами. Подсветка ярче любой мышки из этого видео, и в темной комнате это может доставить неудобства. Кабель также в оплетке с длиной 1,5 метра. Вес 148 грамм. Верх матовый, бока из шероховатого пластика. Боковые кнопки хлипенькие. Колесико немного люфтит и визуально напоминает шину автомобиля. Такое чувство, будто мышь вот-вот трансформируется в мегатрон. Кнопка чувствительности позволяет выбрать диапазон от 800 до 2400 dpi. Глайды средние, и вот, казалось бы, что может меня удивить в манипуляторе за 8 долларов? Но кликеры. Сюда установили бесшумные и до того тактильно приятные кнопки, что теперь я хочу себе мышь с такими же. Поверьте, такое нужно ощутить лично. Так что, если вы ищете новых впечатлений от дешевой мышки, это хороший вариант. Но с одной оговоркой. Какой? Узнаем позже. Genius Scorpion Spear Pro RS 2 Pro 2 Light По форме это та же G200, но на стероидах. Весит 130 грамм. Пластик тут качественней. Кабель на 1,8 метра в оплетке. Подсветка плавно сменяет цвет, и если она вам не нравится, ее можно отключить. Боковые кнопки среднего качества, и тут они будут мешаться, если взять мышь в левую руку, но это не критично. Колесико такое же, как на G200. Впервые взяв ее, я подумал, что это кнопка DPI, а это вспомогательная. Дизайнер думал иначе. Левая кнопка увеличивает чувствительность, правая уменьшает, и значение настраивается от 400 до 3200 DPI. Кнопка же, которая находится посередине, это дабл клик. Логично, не правда ли? Кликеры, хоть и бюджетные, свои деньги отрабатывают неплохо. Судя по коробке, у мышки есть некое приложение, в котором можно сделать некие настройки. Проблема лишь в том, что приложение ее не находит. Вдобавок к мышне указано в перечне поддерживаемых устройств, ее даже на официальном сайте нет. G200 есть, а ее нет. Но как бы там ни было, за счет удобной формы и широких глайдов пользоваться ею на удивление комфортно. И вот тут я наконец хочу поговорить о сенсоре. Дело в том, что ни одна мышка не прошла тест игрой. Ни одна, кроме этой. У всех мышей, какой бы сенсор в них не стоял, срывает курсор. И только Genius Scorpion четко отрабатывает все движения. Да, для неспешных игр остальные мышки тоже подойдут. Я без проблем играл в RPG и стратегии, но для динамичных киберспортивных дисциплин подойдет только Scorpion. Собавно, ведь когда я выбирал мышки на обзор именно с ее дизайна и названия, я смеялся больше всего. Но именно она в итоге показала лучший результат. Таблицу с оценками и итоговый топ можно увидеть на экране. В завершении хочу сказать, что лучшую тройку так или иначе можно рассматривать к покупке. Особенно вас порадуют кликеры на мышке от Sven и качество RGNL610 за какие-то 4 с лишним доллара. Но с поставленной для себя задачей мы справились. Мы нашли ультрабюджетную, но годную мышь, которую я могу рекомендовать к покупке. Ссылки на все варианты будут прикреплены в описании. Если знаешь альтернативное решение, добро пожаловать в комментарии. А на этом я прощаюсь. Если ролик тебе понравился, не забывай поставить палец вверх. Можешь даже дернуть наш колокольчик. Удачи и до встречи в следующих роликах на канале Elmir.ua. Меня зовут Сергей. Пока. Вступив на путь тьмы, вы обретете власть над собственной судьбой, страховку и оплаченный отпуск.